Этот крошечный лифт, в котором книги путешествуют по этажам, обычно скрыт от глаз читателей. Но сегодняшний случай исключителен. Это день библиотек. Как показывает практика, этот железный короб способен вместить и парочку гибких сотрудниц. Несколько лет назад молодые практикантки рискнули прокатиться в грузовом лифте. Им, конечно, за это влетело, но история стала культовой среди работников библиотеки имени Бабушкина. Таких преданий здесь ходит немало, но некоторые, признаются сотрудники, лучше не знать. Слишком уж они жуткие. Ведь за стенами просторных читальных залов находится масса темных коридоров. Особенно страшно ходить по переплетающимся подвалам, рассказывают библиотекари. По вечерам здесь нередко раздаются шаги и скрипят двери. 10 лет назад подвалы затопило. Вода достигла нижних полок стеллажей. Тогда сотрудники стали заходить сюда еще с большей опаской. Включаю свет, такая тишина. Вот этот свет отражается в воде. Вода спокойная, но иногда что-то так сбулькивает. Пузыри вдруг пускаются и опять тишина. Слушай, страшно. А вот на чердаке совсем наоборот. В комнату проникает свет через небольшое окно. Из него можно увидеть Вологду с непривычного ракурса. А если приглядеться, то можно рассмотреть и аллею Тендриковской библиотеки. Здесь сегодня тоже отмечают праздник. На бульваре собрались десятки волокжан, влюбленных в литературу. Мы предложили им порассуждать, с какими книжными персонажами они себя ассоциируют. Ревекка из произведения Айвенга Вальтер Скотт. Очень смелая девушка, которая не сдается даже в самых экстренных ситуациях. Мне кажется, это как раз идеал женской, идеология женщины. Я ассоциирую себя быстрее всего со Стапом Бендером. Почему? Трудно объяснить, но я думаю, что самая интересная жизнь у него, наверное, была из всех литературных героев. Я сравниваю себя с персонажем книги «Гарри Поттер» Джон Роулинг. Это палумна Лангвуд, такая необычная, мечтательная девочка, не знаю. Для гостей праздника выступали музыканты и танцоры. Сотрудники библиотеки развлекали волокжан и различными флешмобами. Все подходят и спрашивают, сколько же стоит та или иная книга, но это настоящий литературный фримаркет. Сюда можно принести книгу, которую ты уже прочитал, положить и взять взамен другую. А с выбором помогут присутствующие. Как ты думаешь, что можно здесь взять? Что здесь интересного? Я думаю, что можно взять в жизни удивительное приключение Робинзона Круза, так как если ты попадешь на остров, эта книга может помочь выбраться. Книги приносили сумками, набралось больше двухсот. Но для тех, кому литературы все же не хватило, фримаркет продолжит существовать и дальше, уже в самой библиотеке. Ольга Амелина, Алексей Романов, Новости Вологды.